Добрый день! У меня такая преемственная тематика пошла. Здесь о деструктивности, где та мера, скажем, или уровень напряженности, деструктивности, которая перерастает в реальные конфликты. Поэтому, когда мне предложили прийти на встречу, я подумал, что можно пообсуждать, что было и вам интересно, и мне вам рассказать. Поэтому я предложил вот так вот тему психологии конфликта. Это хорошо или плохо? Хорошо или плохо? То есть предполагается, что обсудить? Если какие-то будут вопросы интересные, походу, не хватит у нас времени, я вам сообщаю в свою почту. Она у меня самая оперативная. Для обратной связи, Ни Леонов, Mail.ru. Вопросы, которые хотелось бы с вами вот так вот затронуть. Во-первых, почему развивается конфликтология? В чем ее актуальность сегодня? Второй вопрос. Какой мой вклад в развитие? Потому что это направление является проблемой моего научного, практического интереса. Я не только являюсь там профессором, читаю лекции, разрабатываю, пишу книги, но еще являюсь реальным практиком, консультантом, тренером. Занимаюсь консультированием организации по проблемам эффективного развития персонала, разрешения конфликтов и управления. И наши перспективы. То есть что здесь может нас объединять вместе и как мы можем с вами вместе с присутствующими внести свой вклад вот как раз в это очень интересное направление – конфликтология. Итак, начнем. Какая форма будет? Ну, я думаю, что по ходу мы будем включаться в диалог. В диалог буду задавать вопросы. Я думаю, что я чувствую, что вы уже очень такая настроенная, разгоряченная. У нас, скажем, уровень возрастная группа. Очень хорошо держите, умеете диалог. Это очень приятно. И вопрос, который здесь возникает с конфликтом. Множество существует сегодня мифов. Мифов относительно конфликтов, каких-то предубеждений, которые существуют. Поэтому хотелось бы снять вот этот флёр, всякой неопределенности относительно этого. И что потом уже говорить о том, с какой реальностью мы должны иметь в этой жизни дело. Итак, всем задается сейчас один вопрос. Подумайте, пожалуйста, над ним. Итак, конфликт для меня – это. И каждый из вас попытайтесь ответить первым пришедшим в голову словом, которым можно было. Первым словом. Это может быть существительное, прилагательное. И вы, пожалуйста, первое слово. Конфликт для вас – это? Спор. Спор. Сора. Разногласия. Сора. У кого сора тоже? Поднимите руки. Сора. Так, спасибо. У кого спор? Спасибо. Другие версии? Сопротивление. 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 Противоречие. Столкновение. Что еще? Недопонимание. Недопонимание. Хорошо. Теперь второй вопрос. Вот из всех тех, кого я не опросил, еще и все, кто мне сказал, если сейчас зафиксировать для себя отношение к нему с точки зрения негативного, позитивного, либо нейтрального, поднимите руки, для кого это отношение является негативным. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25. Спасибо. Для кого является нейтральным? Раз, два, три, 4, 5. Спасибо. Семь. Для кого позитивным? Ноль. спасибо ну что мы сейчас с вами проявили ассоциативный эксперимент который нам показал что у присутствующих здесь нашей студии резко негативное отношение к такому явлению как конфликт давайте попытаемся сейчас объяснить почему с вашей точки зрения можете взять микрофон в этом плане и так ваши версии вы знаете вот просто вот как вы думаете сейчас на ведь важно для того чтобы точку отчета взять версия почему чтобы потом поработать с этим что с этим дальше то как жить как жить то с этим с тяжелым грузом негативной ответственности которые взяли за конфликт и либо либо не взяли для меня конфликт это в любом случае столкновение интересов каких-то и после этого всегда возникает спор после чего возникает ссора потому что допустим я люблю доказывать свою правоту вот и другой человек большинство моего окружения это все люди которые тоже любят доказывать свою правоту ну чем проблема после чего ссора собственно негативное отношение последствия вас идти правильно то есть вас больше всего вот эти вот последствия которые остались то есть я спорила не доказала свое пострадала что мое самооценка проявите профессионально тяга ставите самооценка совершенно верно то есть самооценка это самое ранее такое ранимое образование внутренне совершенно верно которое мы храним и не всем показываем но к сожалению нам наносит ущерб то есть понять первое что мы травмируемся может быть не сразу осознавая но потом почему сейчас об этом говорить сохранилось что-то в этот 25 показателя что-то там осталось зацепило в прошлом и в итоге это все нам понятно приходит потом самооценка хорошая версия пойдем дальше что еще версия мне кажется могут возникать какая-то ну агрессия со стороны людей когда вот именно это мое и я от этого не отступлюсь ни на шаг и другой человек тоже не хочет этого воспринимать так и получается что на почве этого возникает какая-то агрессия между двумя людьми или группами людей ну то есть в рамках нашего разговора деструкция то есть последствия на разрушение а разрушение отношения может почему агрессия как форма реагирования верно да как форма реагирования а теперь самое самое как форма неконструктивного реагирования то есть человек не сумел совладать собою достойно повести себя и я всегда говорю эта форма как это признак не сила и не надо слабости позиции понимаете человека спасибо так еще версии еще версия есть версия еще нет хорошо тогда подведем итог 25 цифра обратите внимание слова какие были 40 дальше разногласия столкновение не понимание то есть если в целом посмотрите обратите внимание 25 по сути дело мы видим что конфликт энергозатратен заметили да эмоционально истощаемый заметили потому что чтобы сопротивляться чтобы эту выдержать агрессию сколько надо затрат с той стороны сколько с этой стороны противостоять таким образом если мы посмотрим на все это отрефлексируем получается первое что мы выявили конфликт действительно энергозатратен раз по своим последствиям может быть деструктивным потому что наносить прежде всего ущерб нашей самооценки престижу если дальше мы посмотрим и так далее дальше пойдем это может быть связано с тем что вот самое теперь главное что если энергозатратен то есть получается сегодня уже появились такой тип личности конфликта личность скажем энергии такой скажем энергетические вампиры появились вот и сегодня по языке люди конфликтный тип личности значит когда вот так сайте маркеры даю конфликтной личности первая фраза их вы знаете есть такая одна у меня представитель она говорит конфликт для меня . роста игру за чей счет растете понятно значит чужой счет до точка роста и первая ее фраза маркер для вас ее фраза первое у меня нет ни с кем конфликтов ни с кем зато у всех с ними в конфликт и и второе конфликт . роста да они так организуют ситуации они так начинают все энергетические все заводить что чего расслабляются кричат все она как вампир подпитывается и растет более того унижая других оскорбляя других где хорошая картинка была до унижая другого человек на время хотя бы повышает самооценку и вот теперь обратите внимание оказывается конфликт выполняет какую-то какую-то инструментальную функцию не случайно он появился у нас стране отношение к ему было почему негативное у нас стране долго существовал бесконфликтная модель общества и считалось что вообще-то в нашей стране все социальные вопросы решены проблемы решены нет ни национальных конфликтов ни каких семейных конфликтов нет организационных там и трудовых конфликтов потому что так было принято поэтому конфликты не изучали но самое страшное последствия выработалось негативное отношение конфликту к социальному явлению которого не должно быть в этом мире конец 90 конец 20-го века, начало 21-го, пришло к тому, что конфликты стали повседневной реальностью. То есть, меняется модель. Мы сейчас живем уже такой конфликтологической моделью. И мы говорим, что он стал закономерным явлением. На сегодня конфликты пронизывают все сферы жизнедеятельности. Политика, экономика, социальные отношения, межличностные отношения. Семья реагирует на все эти социальные изменения. И вы замечаете, как идет перестройка, меняется ролевой репертуар в семье. Появились понятия «хаузмен» – мужчина дома. Понятно, домашний мужчина. Был «хаузмен» – это нормально. Когда я учился в Ленинграде в 80-е годы, я впервые услышал такой термин. У нас русский парень женился на немке, который обучался в Ленинграде. Они уехали в Германию, и он стал «хаузменом» в те советские времена. Это было для нас удивительно. А сегодня это стала реальностью. Если в семье так договорились жить, ко мне на консультацию приходил один мужчина. Говорит, вы знаете, так как это неприлично, что-то меня ставят в позицию виноватого, то, что вот я хаузмен, да ты же мужчина, должно быть чувство собственного достоинства. Как-то меня окружающие начинают в этом плане объектом избирать насмешивать. Я говорю, знаете, для себя определитесь. Вам что важнее? Семейное благополучие, понимаете, отношения? Либо оценка окружающих для вас. Это семья. Так вот и живите своей семьей. В каждой семье свои законы, свои порядки. Если вы договорились, понимаете, и вас, и супруга, и вас устраивает вот именно такие отношения, такая ролевая позиция в семье, и живите именно в этом мире. А все, что касается других, вы знаете, эти люди придут и уйдут. Семья останется с вами. Вот ведь чем проблема. Поэтому сегодня в семье тоже происходит такая перестройка ролевой позиции. Поэтому надо относиться к этому совершенно нормально. Далее пойдем. Поэтому отмечаю, почему негативные отношения. Вот наличие конфликтофобии. Долгое время у нас вообще в стране считалось, наличие конфликтов в организации – это признак слабости руководителя. А если это так, то, как вы сами понимаете, руководители не разрешали конфликты, а наоборот пытались их купировать, подавлять. И как результат у них не отрабатывался навык именно эффективного разрешения конфликтов. Когда начались у нас реальные конфликты, социальные, как вы сами понимаете, в 80-е и 90-е годы наши руководители оказались несостоятельны их решать продуктивно. Стали обращаться, понятно, за опытом к западным нашим партнерам. К нам в 90-е годы стали приезжать американские консультанты, западноевропейские, предлагать свои модели урегулирования конфликтов. Но что произошло? И удивительная вещь, оказывается, не срабатывают модели в российской действительности. Оказывается, эффект очень простой. Понимаете, без учета менталитета российской нашего, понимаете, нельзя предлагать технологии западные, потому что западные технологии, они были прежде всего рассчитаны, рассчитаны до сих пор на законопослушное сознание граждан. Если вы в Германии будете, есть понятие порядок, орган, да, вот если положено вот так вот, по порядочку, у него даже не возникает мысли что-то нарушить. Если соглашение медиативное заключено, это означает, это закон органов, значит, надо его выполнять как полагается. У нас в России заключили соглашение, а теперь думаем, как бы его обойти. Юрист, пожалуйста, обоснуй мою ошибку, я уже нарушил, а теперь, пожалуйста, ты обоснуй, почему я это сделал. Ну, вот такая, и они не могут понять, как с вашими, с русскими-то работать. Я говорю, it's Russia, говорит Россия. Понимаете, они, ну, как все у вас здесь таинственно, зато, говорю, все есть. Ну, ладно, мы живем по-своему, понимаете, поэтому надо жить в этой действительности и понимать. То, что мы говорим, это не факт, что уже по факту там будет, понимаете. Это наше намерение, которое не всегда потом совпадает с действиями. Поэтому мы что говорим на сегодняшний день? Таким образом, подводим итог нашего первого сюжета. То есть, оказывается, по функциям конфликт может быть как конструктивным, так и деструктивным. То есть, деструктивный – это его негативные последствия. Конструктивный – теперь вопрос, в каком случае конструктивный он может быть? Он может быть конструктивным, вот если мы энергию конфликтующих сторон можем организовать и преобразовать в позитивное русло. В принципе, здесь разговор идет о том, что идет вопрос про управление, про управление конфликтом. И сегодня уже актуальной является ситуацией не просто разрешения конфликтов в нашей реальной жизни, а это проблема уже управления конфликтами. Поэтому для меня вот управление – перевод системы из одного состояния в другое. Вот если взять 25 участников с негативным отношением к конфликту, преобразовать в позитив 7 нейтральных, обратите внимание, сколько бы у нас, как говорил Аркадий Райкин, глядя на танцевщицу, балерина, которая на сцене, крутится, он говорит, да если бы к этой балерине, динамо-машину подсоединить, да сколько бы электричество в стране выработало? Она исполняет свою партию. Так то же самое в конфликте. Понимаете, да если выявить, я всегда говорю, обычно конфликты людей воспринимают по принципу, кто громко кричит, понятно, вот деструкции свои выдает, а оскорбляет, наносит, может быть, даже ухер физический. А я всегда говорю, знаете, что в организациях, бойтесь молчащих, а не кричащих. Послушай, что кричит, сформулируй, запиши его проблему. Так, может быть, легче было. В 2002-2001 году мы проводили такой форум, общероссийский семинар, «Зеленая роща» в Сочи, на даче Сталина. К нам приехали первые лица, президенты компаний разных, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. И вот у меня один был такой, у меня как раз был там мой блок, управление организационными конфликтами. Учебу проводили с московскими коллегами. И вот один такой крутой, что называется, начальник, он не начальник, он уже является хозяин фабрики. Мощная у него там фабрика швейная и так далее, обшивает там всю Сибирь и Дальний Восток. И говорит, господи, что-то я буду слушать своего рабочего. Да я его сейчас тюк за забор, а у меня там буква «Зю», желающих прийти ко мне устроиться. Я говорю, ну хорошо. Говорю, ты хозяин сам-сам этой фабрики. Так, хорошо, давай, и назвал эту спецоперацию, почем стоит конфликт. Говорю, делаем стоп-паузу. А теперь, говорю, давайте, все здесь там 20 было руководителей, назовем спецоперацию, почем стоит конфликт. Дальше даю им тайм-аут и задание. Пожалуйста, каждый в своем регионе просчитайте, во сколько вам обойдется вот так вот ваша прихоть, желание «хочу уволить». Это, говорю, каприз твой. А теперь, как хозяин, посчитай, сколько стоит твой каприз. Значит, раз я всех их разогнал по местам, они стали звонить в свои регионы. Так, что они должны просчитать? Итак, какие он должен финансы посчитать? Ну что, человека уволить надо? Выходное пособие дать надо? И не один ведь месяц. Сколько? Три. Выходное пособие три месяца выдать. Затем заказать где-то там, ну, в этом бюро, в кадровом, в кадровом агентстве. Надо как поиск, поиск заплатить этой фирме, потом что, принять на работу, дать время на его адаптацию профессиональную. Не факт, что он будет отвечать нужным компетенциям. Пока он наработает свои компетенции, я говорю, все, считайте время, умножайте, руб-час, 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 сколько это будет и так далее. Короче, пришли они после спецоперации. Каждый посчитал с учетом региональных прайсов и так далее. И вот этот раз, потом я в журнале «Служба кадров» эту статью я писал, по чем стоит конфликт. В московском журнале есть «Служба кадров» и персонал. И вот каждый в своем регионе, вот говорю, по чем стоит твой конфликт. Так вывод какой? Лучше послушать, наверное, его. Может быть, решить его проблему здесь и теперь. Локализовать это все, договориться. А что у него? Может быть, у него хорошая идея, которую можно вообще продвинуть. У него может быть коммерческая идея. Почему он кричит так? Потому что он сигнализирует вам о том, что, ребята, вы меня не слышите. Потому что в организации ведь разные люди есть. Поэтому бойтесь больше молчащих, которые там сидят тихо и начинают какие-то интриги запускать. Вот там прогнозируйте что-то такое. Поэтому вывод какой? Управляем. Лучше этим управлять, то есть перевести систему в позитивное русло. Если ею не управлять этой системой, то о чем я говорю. Вот как раз конфликт и есть презентация каких-то нерешенных проблем и противоречий. Поэтому сегодня актуализируется проблема конфликтологической компетентности. Конфликтологическая компетентность предполагает, что руководитель, педагог и все, кто работает в направлении с людьми, должны уметь владеть определенными компетенциями в области урегулирования. Конфликтологическая компетентность предполагает, что я как посредник в урегулировании конфликтов между. И вот как раз, ну по крайней мере у меня разработана такая программа, я работаю в университете, плюс к этому у нас академия государственной службы, читаю лекции нашим государственным служащим по области конфликтологии и так далее. И повышаем их компетентность, хотя бы первое, снять шлейф негативного отношения, а во-вторых, осознать, что есть деловая ситуация, есть конфликтная ситуация, есть конфликт. Это разные вещи, и нельзя эти вещи путать. Деловая ситуация предполагает, локализуй проблему здесь и теперь, принимай решение и двигайся дальше. Конфликтная ситуация, значит, уже есть порог напряженности, и, естественно, там надо не допускать, запускается следующая технология, а уже когда конфликт, там уже проблема, уже оказывается, участники не всегда могут адекватно видеть друг друга, слышать друг друга, и там уже необходимо, может, даже привлечение медиаторов, посредников. Я в качестве медиатора выступаю, поскольку я являюсь тоже медиатором. Кстати, сам веду подготовку сейчас медиаторов, сейчас третью группу набираю по подготовке, потому что в городе Ижевске я открыл международный свет мира конфликта и медиации. У меня сотрудничество идет с коллегами из Испании, из Москвы, поэтому мы занимаемся подготовкой тоже медиаторов. И хотелось бы обратить ваше внимание, сегодня появляется уже в это направление новое. Ну и последнее, отношение к конфликту на уровне личностном. Возвращаюсь к нашему первоначальному разговору. Итак, поднимите руки, кто считает, что конфликт – это ресурс, который надо использовать. То есть правильно правильно? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 18, 20. Так, а кто считает, что конфликт – это разрушение? Так, раз, два, два, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну что, у нас прошло полчаса, соотношение уже меняется. Ну, мы сразу мониторим, да, наше отношение, поскольку, чтобы наша встреча не прошла так бесследно, я же понимаю, что с этой темой надо еще не просто, вот сейчас вы послушали, надо еще переспать с нее, обдумать и потом осознать, что с этим делать. Поэтому, что с этим делать, что с этим делать? Повышать конфликтную компетентность. Вот то, о чем мы с вами говорили, что такое конфликтная компетентность? Это я, как я себя веду в конфликте. Конфликтологическое предполагает, я в разрешении, как могу ли я? Человек, который обладает конфликтной компетентностью, умеет совладать с этим конфликтом в этой ситуации. Да, это прежде всего правильно, это и саморегуляция, это отношение к своим эмоциям, отношение к проблеме, умение преобразовать и ситуацию всегда сделать в ресурс. Но я по жизни такой, что я тоже не люблю, когда ситуация неопределенности возникает, я еще немножко посижу, посмотрю, понаблюдаю, а потом беру управление в свои руки. Поэтому я всю жизнь каким-то руководителем, либо еще кем-то являюсь. Ну, потому что вот как-то так, кроме того, что мы управляем собой, понимаете, надо еще, оказывается, управляя собой, но не все могут, обратите внимание, быть посредниками-медиаторами. Потому что там другие совершенно компетенции. Поэтому мы разводим сегодня вот эти вот две проблемы возникают. Конфликтная компетенция, то есть конфликтологическая. Эти две проблемы, которые сегодня являются предметом, ну, поскольку у меня есть и магистратура по конфликтологии, бакалавриат, магистратура и аспирантура, эти темы становятся предметом курсовых, дипломных работ. И сейчас даже у меня пишут диссертации кандидатские по этому направлению. Ну, про литературу я говорить не буду, но хочу представить, если вас будет интересно. У меня написано ряд книг по конфликтологии. Конфликтология имеется в виду, вот первая, она уже трижды переиздана в Москве. Дальше хрестоматия. Вначале было 108, где-то уже сейчас 560. В 2004 году в Санкт-Петербурге проходил съезд конфликтологов. Я обратился к своим коллегам, говорю, хотите быть классиками? Присылайте свои труды мне. Я буду делать вас классиками. То есть, опять же, по самооценке, на самое такое, знаете, уязвимое место наших коллег, что называется, каплю такого хорошего бальзамчика им и так далее. До сих пор шлют. До сих пор. А некоторые приехали ко мне в жертву на конфликцию, я раз в два года провожу, увидели других, я говорю, я тебе 10 лет назад говорил. Он смотрит, почему меня здесь нет, я говорю, я тебе 10 лет назад предложил. Только он мне потом сейчас и книгу прислал, и хрестоматию, и среди труды прислал. То есть, все, что можно. В хрестоматии сейчас уже 560 страниц. Сейчас мы выходим уже, скорее всего, на 2 тома. Ну, психология делового общения четырежды переиздана, так легко написано. А вот методы изучения конфликтов, вот так эти книги выглядят у нас, можете даже в интернете посмотреть дальше. Это как раз методы изучения конфликтов, конфликтового поведения. До этого была еще в Санкт-Петербурге, это в Москве, в 2013 году. Ну, а поскольку масштаб интереса к конфликтологии растет, мною, чтобы продвигать эти идеи, о том, о чем сейчас я говорю, формируем не только отношения, меняем отношения к конфликту, мы уже готовим специалистов в этой области. Мною открыт бакалавриат конфликтологии, магистратура. Магистратура уже приезжает, вот у меня выпускница была в 2013 году из Ирака, и она в 2013 году издала в Ираке, в Багдаде, учебник конфликтологии на арабском языке. Поэтому в Багдаде сейчас и в городе Басра изучают конфликтологию по моему учебнику. Поэтому, ну, мне приятно, в этом году переиздали этот учебник, потому что там был министр, мне повезло, министром образования был психолог. Он отзывчиво откликнулся, а Мавра, которая училась у меня в магистратуре, приехала за год ко мне, дал поучебник. Она его, знаете, перевела над каждой буквой, над каждым словом, по-арабски перевела. Если есть интересы, могу показать свой у меня учебник. И поэтому сейчас мы продвигаем. А в 2015 году у меня вышел учебник на испанском языке. На испанском и в Испании. Сегодня вот как раз я в декабре со 2 по 16 поеду в Испанию. Мы дружим с Гранатским университетом, там институт мира и конфликта есть. Я им в 2010 году подарил свой учебник. В 2012 году они обратились с просьбой о переводе. В 2015 они его издали. И в декабре у меня предстоит... Сейчас они уже его переводят в цифровой формат. И в декабре будет презентация в Гранатском университете. Я еду туда, читаю лекции, мастер-класс провожу. И запускаем в образовательное пространство испанских вузов. Вот этот учебник. У них потом, чем они привлекли их? Чем интересны наши русские учебники? У них все вот конфликты, агрессия, конфликты, мир, конфликт, еще что-то. А чтобы конфликтология, как в России... Мы же любим в России системно, понимаете, фундаментально и практикоориентированно сделать. Три в одном. Что была и теория, дальше эксперимент был, и какие практически могут быть реализованы. Поэтому книги у меня так все пишутся, для того, чтобы можно было их реально, в практику. Поэтому мне приятно, что они откликнулись. Хотя, конечно, это вызвало ревность у некоторых тоже испанских авторов. Ну, как так? Россия сюда вторгается, в их пространство. Но уже в декабре будет презентация цифрового варианта, поэтому запускаем образовательное учреждение всех испанских вузов этот учебник. А следующий наш шаг экспансии идет в Латинскую Америку, во все испаноговорящие государства. Так что в Эквадоре мы уже там присутствуем за эти полтора года. Продолжаем дальше свою экспансию, но уже образовательную экспансию. Я ведь из города Ижевска, хотя я сам не ижевчанин, но я не хочу говорить, но раз тренд сегодня такой военный доминирует, ижевские автоматы уже, вы знаете, в Латинской Америке есть, Чайковского весь мир слушает. Мы теперь будем читать наши книги по конфликтологии, чтобы завершить все уровни, понимаете, нашей общественной жизни. Пойдем дальше. Итак, таким образом мы подошли к чему? Мы подошли к тому, что от рассуждений, от нашей мифологии подошли к науке. На сегодняшний день появилась наука, конфликтология, уже действительно как наука конфликтов и их роли в жизни общества и личности. Поэтому мы рассматриваем объекты разного уровня, но наука только тогда наука, когда она действительно в общей закономерности изучает возникновение, развитие. Вот мне бы хотелось с вами отметить один момент. Вот два аспекта управления, сегодня актуальными. Аспект внутренний и внешний. Начнем с того, что кто порождает конфликты? Какие причины, как вы считаете? Вопрос к присутствующим. Пожалуйста, ну, ваша версия причины конфликта? Ну, это, возможно, внутреннее какое-то состояние. То есть это характер может быть, просто импульсивность какая-то. Либо также это может быть и внешне, то есть человек на тебя как-то воздействует, и ты, может, даже неосознанно… Правильно я понял, что это межличностная причина? Да, конечно. Причина межличностная, внутренняя и внешняя. Соотношение. Хорошо. Еще. Есть политические, экономические, социальные, межличностные. Еще что? Пожалуйста, Верс. Я думаю, что разногласия во вкусах или, например, в ценностях, принципах. Да, вот на сегодняшний день очень проблема ценностного мира, кстати, выступает на этом месте, поскольку вы понимаете, что проблема идентичности сегодня очень актуальна. Как раз в Европе сейчас проблема европейской идентичности. Последний раз, когда у них было два года назад, они обсуждали на фоне того, что Евросоюз все-таки трещит. Понимаете? Трещит по-русски, смачно, да, мы говорим? На самом деле, ведь там, допустим, баварцы, они считают себя баварцами. И никак они не идентифицируют себя, что они немцы. Понимаете? Германия ведь, это позднее государственное образование, в конце 19 века, восточная Пруссия, вот откуда пошла Германия, а сегодня это Калининградская область, Россия. Так, откуда же Германия идентифицирует себя, где? Это не парадоксия, когда по миру ездишь, такие интересные, открываешь вещи и думаешь, утрата каких-то корней. Но проблема в Европе идентичности сегодня существует. И они вспоминают опыт, как же так в Советском Союзе была общность, советский народ. Вот как удалось так сделать, чтобы мы все-таки были понятия, мы же независимо татарин, русский, ты был азербайджанец, мы все были для них советские люди, хомо советикус. У нас было такое понятие, хомо советикус. Им было все понятно, лица у нас разные, но хомо советикус. А сегодня вроде как европеец, но уже получилась Европа, у нас есть восточная и западная. Приезжая в Польшу на конгресс, я говорю, ребята, вас включают в европейские-то эти грантовые и прочие субсидии, субсидии. Выясняется, есть, понятно, Европа первого эшелона. Кто Европа первого эшелона? Германия, Франция, Англия. Дальше Европа второго эшелона пошла. Понятно? У них там уже, вот, понимаете, ведь граница-то где? В голове человека. У них там уже даже общаются. Вот сейчас Германия, восточная и западная, ведь граница проходит не только в голове, она и реальна. Восточная не получает меньше зарплаты, чем западная. Почему они сейчас и выбор проходят, это все сейчас начинает выползать. Это выползать как раз в 20-летней давности. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что есть еще, я говорю, из поляков, говорю, а вы-то какой эшелон? Мой коллега отвечает, даже не третий. То есть такая там дифференциация идет, вот, пожалуйста, понятно? То есть это тоже конфликты. Они делают, как все европейцы, довольной стандарт. Улыбайся, все хорошо, а сами про себя думают. Все понятно? И там очень много сами про себя думают, а потом это все выходит. Пожалуйста, возьмем сейчас Барселона. В 2014 году я был в Барселоне, как раз там, когда они выступали за то, чтобы провести референдум. Встречался с медиаторами испанскими и обсуждали вопрос, почему ситуацию сейчас надо... Ну, садится стол переговоров. А что произошло? Уже тогда правительство Испании, опять же, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, их, скажем, медиаторы приглашали, и вести уже в процессе переговоров договариваться о каких-то взаимных уступках, нет, они категорически заявили. Мы даже не сделаем шага в эту сторону, потому что мы изначально правы. Обратите внимание, если три года назад там еще общественное мнение туда-сюда, понимаете, еще вибрировало плюс-минус, то за три года вот такой прессинг и давление федерального центра привело к тому, что количество вот этих недовольных возросло. Это привело к тому, что 90% каталонцев проголосовали за автономию. У меня, кстати, билет обратно через Барселону. Вот я думаю, вернусь ли я? Ну, я думаю, что там все будет нормально. Кстати, они, если бастуют, мне что понравилось, бастуют очень корректно. Допустим, был я на стажировке в Англии, да, прихожу на стейшн, на станцию железнодорожную, там так корректно написано, уважаемые, мы сегодня бастуем. Если вы хотите уехать туда-то, вот на такой-то станции вас обслужат, вот там вас и довезут. Понимаете, мне понравилась такая корректная забастовка. Поэтому вот пример. Вопрос. Да, вопрос. Кстати, вы сказали там в диалоге с кем-то, что... То есть получается, что у вас межличностный конфликт, да? Ну, а как же тогда Николай Островский и сочинения, которые дети пишут и говорят, внутренний конфликт Екатерины? Какой Екатерина? Который в драме «Гроза» была. В драме «Гроза». В драме «Гроза» конфликта не было, была измена мужу. Вот именно сочинение. Ребенок писал, что внутренний конфликт Екатерины под драме «Гроза». Внутренний конфликт Екатерины под драме «Гроза». Ну, давайте так. Если брать образ Екатерины, во-первых, она женщина верующая, экзальтированная. Понимаете? А если верующая экзальтированная, она ведь для себя нарисовала свой идеал верности, святости отношений в этом мире. Ведь она терзалась сама внутренняя, хотя внешняя, ведь обратите внимание, там ведь сестра ее мужа Варвара налево-направо гуляет и счастлива. Никакого конфликта внутреннего. Понимаете, Екатерина терзается, потому что для нее ангелы, для нее святость, верность. Она себе вот живет в этом мире. Другое дело, что любовник у нее не очень приличный оказался еще. Другой сказал бы, Екатерина, давай убежим и вместе уйдем. Нет, понимаете, здесь предательство. В итоге все вместе сошлось к тому, что она оказалась в ловушке сама. Подавшись своему первому порой в жизни любви, она это все для себя переформатировала в грех и сама себе сделала приговор. Получается, второй личности же не было, то есть у нее конфликт внутренний не только был. Да, вот я про это и говорю. А это как раз проблема суицида. Когда человек оказался в ловушке, для себя выхода не находит, и он сам себя начинает внутренне уничтожать, интроекция, то есть называется, это самая аутоагрессия, скажем, на себя. Он сам уничижает, кается. Заметьте, там она ведь ходит в церкви, ведь призналась. В грехе-то, в грехопадении. Я ведь помню, Грозуха тоже хорошо читал, помню. Понимаете? Поэтому, если брать, действительно, она очень была последовательная и завершенная. Первой любви не было вышли не по любви, а здесь любовь – настоящее чувство. Она приняла вот то за чувство, а это, оказывается, а для другой стороны, это был просто вот, ну, такая вот, понятно, да, интрижка небольшая, не совпало. И в итоге она оказалась сама перед собой, опоры нет, а когда человек, кстати, суицидники, так и уходит из этой жизни. Когда чувствует, что поддержки нет, сознание сделало ловушку, как сказал Эрих Фронт. Когда человек выделил себе животных, два страшных его ждет испытания. Первое, поскольку он человек, принадлежит к обществу, первое испытание – это испытание одиночества. Мы живем среди людей, и мы не можем уйти людей. И второе – это как раз то, что мы называем, ну, вот, помешательство умственное. Человек сам может себе такие ловушки запутать, и когда он чувствует, что он себя уже приговорил, остается последнее – проститься с этим телом. Понимаете, вот там все захлопнулось, все суицид, прощаюсь с телом. Молодой юнош точно так же, вот, по такой же схеме, как Катерина, молодой юноши так же совершает. Вот, знаете, механизмы одни. Исполнители разные. Я ответил на ваш вопрос. Я хочу уточнить. Просто где-то из области общих знаний есть, сколько это там, пять, кто-то говорит, пять, кто-то там, семь пунктов развития конфликта. Какого конфликта? Вот, вот. Что за пункты? Назовите, пожалуйста, мнение. Ну, это вот начало конфликта, как бы вот идет кульминация конфликта. Есть три этапа. Есть латентный период, скрытый. Открытый период и послеконфликтный. Если про динамику конфликта. Вот есть три этапа есть. Тогда они все. Тогда все сложилось. Сложилось? Пазл сложился. Хорошо. Ну, немножко возвращаясь к прошлой теме суицида, просто есть такой вопрос. Если, например, человек, вот вы сказали, не ощущает чьей-либо поддержки. То есть, например, а если окружающие всячески поддерживают этого человека, пытаются наставить на путь истинный, как говорится, сказать, что сделать так не надо, там, себя не травмируй. То есть, поддержка все равно есть. Но человек говорит, вот я такая, какая я есть, и все равно продолжает делать все то же самое. То есть, ни на какие компромиссы для себя же не идет. Вопрос первый. Вы им оказываете поддержку по его запросу или вам так хочется самим? Нет, конечно, по запросу. Потому что, ну, не стану говорить то, что тебе лучше делать так и все. Первый вопрос. Вы говорите ему в качестве рекомендации, вот так делай и никак. Либо как-то учитываете его желание, идете вслед за его желанием? Конечно, человек тоже хочет измениться, но у него не всегда это получается. То есть, он вроде бы как бы хочет, но говорит то, что иногда у него просто происходят вспышки, с которыми он не может совладать. Ну, давайте так. Если вспышки, с которыми он не может совладать, надо-то разобраться, вот что является причиной этих вспышек. Либо ситуация, либо у него там какой-то неконтролируемый гнев, либо у него там эмоциональное, психоэмоциональное расстройство. То есть, то, что вы назвали, сейчас можно несколько диагнозов, так это предположительно, выявлять картин, да, этого конфликта. Потому что вы здесь множество таких проблем затронули. Если конкретно берете, вот у меня есть такой-то, такой-то. Он заявил, проблему пришел. Хотел, чтобы мы с ним как-то поработали. Вопрос. Работая с ним, я вижу, с его стороны, сопротивление. Ведь Зигмунд Фрейд не случайно изучал психологической защиты. Он, когда начинаешь работать, там какое-то сопротивление идет. Причем человек хочет, но что-то у него там сопротивляется. Вот тогда мы осознаем этот предмет. Но у Фрейда была четко травмирующая ситуация детства. Давайте туда вернемся, и потом откроем для нового опыта. Этот человек вам демонстрирует желание измениться? Либо он хочет реально что-то изменить. Если у нас демонстранты. Я вот сейчас хожу в фитнес, допустим, занимаюсь, за меня тренинг, он говорит, ко мне приходят женщины, они спорят. Вот как бы похудеть, как бы похудеть. Понимаете? И вот, значит, наспор ходят. Занимаются, занимаются, потом взвешиваются, занимаются, взвешиваются. Вроде говорит, талия-то у меня становится уже, а килограммы не убывают. Я говорю, вы знаете, вот одна вещь. У меня дочь, когда она закончила психологию, диплом написала, стратегия пищевого поведения. Понимаете? Так вот, в чем проблема? Да очень просто. Мы, когда набираем вес, понимаете, это хорошо, в удовольствие, но наша психика не отдает потом на эти килограммы, она с ними не прощается, она начинает их прятать. У нас есть рекреация, называется рекреативный эффект. И женщина ходит, тренируется, вроде как талия уже становится благообразная, а рекреативный эффект сработал, и все это прячется. И не знает, куда, где найти. Понимаете? Поэтому иногда такие демонстранты, люди, которые хотят, вот, да, хожу, консультируюсь. Ничего в жизни не меняется. Ничего. Но ведь работаю над собой. Понятно? Видимо, как-то вот, а может быть, они ходят за вниманием. У них одиночество, и хотят общаться с кем-то. Я знаю, есть такие клиенты, которые ходят от одного психолога к другому, к третьему. Ой, плохой психолог, ничего не умеет. А это вообще какая-то молодая, какая-то пришла, ось посмотрела на нее, сразу не верила. Ну, побывала на сеансе. Побывала. Понимаете? И поэтому нашего брата вот так тоже иногда обесценивать любят. А по зуде дела, вот, я говорю, да, неразрешенный конфликт на лице написано. Даже визуально можно таких прочитать. Понятно? Ну, если я ответил на ваш вопрос как-то. Ну, в принципе, тоже такие вещи бывают. Готов? Еще на вопросы? Пожалуйста. Вот вы говорили о причинах конфликта. У меня был, ну, появился вопрос. Есть такой просчитанный научный способ ухода от конфликта? Тем более, если у инициатора появился, вот, как говорили, каприз. Да, каприз. Да. И что? Вот есть такой просчитанный научный способ ухода от конфликта такой? Есть, пожалуйста. Универсальный. Да. Это нормально, кстати. Одна из стратегий. Уход, он допускается. Не всегда, что конфронтация. Я всегда говорю. Ведь, когда мне говорят, Николай, у вас, наверное, конфликтов в жизни нет. Я говорю, я еще живой человек. Конфликтов нет только на кладбище. И то, говорю, сегодня там копают. Понятно? Вопрос другой. Вот сейчас отличный ваш вопрос. Потому что конфликты полезны. Даже если в семье скучно, надо что-то такое сделать, чтобы было веселее. Но запуская конфликт, надо спрогнозировать последствия. Чем это все может закончиться? Запустите конфликт, а потом последствия вас и снесут. Инициатор-то первого тела его и вынесут. Понимаете? Вот уход может быть в ситуациях, как одна из моделей, когда ситуация тривиальная, незначимая. Понимаете? И может быть, есть смысл сегодня уйти от этой ситуации? Если она для вас незначимая, тривиальная. Например, какой может быть уход? Дети в семье. Дети у меня росли, когда они вступали в подростковый возраст. У-у-у, война там же. Территорию делят, внимание смотрят, считают, кому больше. И так далее. Поэтому начинается, разогнал их по комнатам. Но не вмешивайся. А если займешь одну из этих позиций, все. Они потом объединятся, что-нибудь с собой сделают. Понятно? Уход. Соседские дети ругаются между собой, выясняют отношения. Вступают в дело родители. На другой день соседские дети идут в школу, улыбаются и дружат. Соседи не разговаривают. Вопрос. На то оно и детство, чтобы спорить, доказывать. Все понятно? То есть пусть они набирают свой опыт. Другое дело, возьми сына, ребенка, дочь. Посади и обсуди ситуацию. Вот наши действия. Поэтому в данном случае уход, он закономерен. Либо в организациях бывает, ну встречаются два коллеги, с утра начинают, дурак, придурок. Как вы можете оскорблять? Да у них симбиотические отношения. Жертва, преследователь. Если они сегодня не скажут это, у них день зря будет прожит. А вы вмешиваетесь в это дело, и в итоге они объединяются, и вас кончают. О, какая жизнь выстроена. Поэтому, понимаете? Поэтому есть смысл подумать, когда вот ситуация такая возникает, а надо ли мне это сюда вмешиваться? А если я спрогнозирую последствия, что для меня здесь может иметь какое следствие? Поэтому девушки, женщины, ну и мужчины такие толстокожие. Один раз истерику можно нам закатить, чтобы пробить. Если два-три раза, девочки, клиника вас ждет. Понятно, это уже истерия называется. А мужчины реагируем тоже. Понятно? Нам пришел сигнал. Слушаем. Спасибо. Пожалуйста, дальше. Да, вот еще один вопрос. Если есть вот так же конфликт, то есть ли такие конфликтные люди, например, вот они видят то, что там двое людей спорят, конфликтуют. И вот он как бы подходит и просто вмешивается в этот конфликт сам же. То есть он в нем как бы не участвует. Это конфликт с другими людьми. Спасибо, Катя. Вот в данном случае вы хорошо задаете вопрос. Если мы видим, что-то происходит с людьми, и нам кажется, что это ненормально, и мы вмешиваемся, ими будет рассматриваться как навязчивость. Что вмешиваешься? Двое молодых, кто-то в третий. Они объединятся, и вас потом кончат. Вмешивайтесь тогда, когда и есть запрос. А вот когда обращаются к вам с просьбой, с запросом, вот это тогда и есть. Понятно? Что тогда будет эффект. А так, обратите внимание, вы добрейшая душа. Вам кажется, что вот вам хочется соучастия. Я был молодым человеком, молодым, когда я не женатым. У меня у сестер мужья были, когда у меня там какие-то были трения. Я их воспитывал, как правильно жить с моими сестрами. Я, понимаете, только потом, позже думаю, как они еще в то время не набили одно место за мои бестактные такие действия. Я им благодарен, за что они так, что, понимаете, но они им сказали такую одну фразу, говорят, подожди, вот женишься, на тебя посмотрим. Так это мудро, понимаете? А потом я понял бестактность. Ну что, мне было там 15-16 лет. Понимаете, я взял на себя такое право, защитник своих сестер старших и так далее. Но, тем не менее, потом я осознал бестактность своих действий. И потом, когда уже стал профессиональной психологией заниматься, понял, что вот то, что я делал, во-первых, это бестактно. Во-вторых, это называется навязчивость. Она не нужна никому. Поэтому, да, я вижу вот разрушение, да, а им, может, кому-то нравится, он самодеструкцию запустил. И ваши вот эти вот попытки, мать Тереза, спасатель мира, понимаете, для него абсолютно не нужны. К сожалению. И такие эффекты тоже могут быть в жизни. Как бы вам печально не казалось, что происходит, но оно объективно происходит, и люди угасают. Так а может ли это быть, например, как способом решения конфликта? То есть, например, так, что ты пытаешься разрешить конфликт, они вместе объединяются, и посредством этого мирятся, вот и все. А, кстати, вот очень хорошую, вы сейчас мне сказали идею, я всегда говорю, вот если вы хотите с кем-то помириться, в ссоре, да, найдите общего врага. Вот я об этом. Сразу. В семье работает, вообще великолепно, проверено. Сразу какая-то угроза появляется внешняя, семья организовалась, и опять же все восстановилось. Быстро, кстати, восстанавливается. Вот это и есть такой момент. Тогда, если вы чувствуете, что их надо помирить, это называется принять удар на себя. Вот это вот есть, когда я в организациях провожу, называются конфликтостимулирующие, такие интервенции их называю, и тогда, когда между группами идет вот такая конфронтация, 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 и чтобы как-то, я чувствую, надо снижать эту конфронтацию, я беру удар на себя. Приду, начинаем, все заговорить на меня, вот они такие, я говорю, да, ну, и на них все вываливать, бывает агрессия, снижаются, снижаются, я на себя беру, даже их как-то провоцирую, ну, потом в другую иду, вот они, сволочь, да, говорят, такие, я говорю, мы здесь все хорошие такие. А мы что-то такие ждут, мы же не святые. Понимаете, и в итоге, вот в данном случае, снижая их накал страстей, мы потихонечку, понятно, начинаем пробуждать разум. Ведь мы же с вами начали с чего? Конфликт, эмоциональный генный фактор здесь главный, вы заметите, отрицательная эмоция, запустой механизм конфликта. Поэтому мы должны постепенно снижать эмоциональный накал страстей и включать рациональный. И вот когда снижается, эмоциональный включается рациональный, и вот тогда можно разговаривать с человеком. Еще, пожалуйста. Но главный вопрос сейчас, где конфликт? Внутренний конфликт. Обратите внимание, субъектом конфликта является человек. Мы сами их конструируем, придумываем, порождаем, потом вносим в объективное пространство. Поэтому для кого-то конфликт является точкой роста, как вы сами понимаете, а для кого-то конфликт может быть инструментом для достижения, при условии управляемого конфликта. Вот я за то, чтобы действительно он был управляемый конфликт. Ну, естественно, что исходя из этого, внешний, ну, здесь уже внешний, он предполагает конфликтологическую компетентность. Просто мне бы хотелось обратить ваше внимание, сегодня вот этот очень важный тезис, которым я руководствуюсь, в своей жизни и в работе, основная цель управления – предотвращать деструктивное и способствовать адекватному разрешению конструктивных. Исходя из этого, исходя из этого, сегодня как раз, я обращаю ваше внимание, этот вопрос приобрел характер уже государственного масштаба. И в 2010 году вышел такой федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратите внимание, вопрос даже, урегулирование споров, а не конфликтов. Уже здесь скрытая конфликтофобия присутствует. Понятно? Когда вот я читаю, говорю, ребята, вот видите, у нас там в республике, я член нашей комиссии по развитию науки и образования, когда одна там дама ответственно фиксировала мое согласие, говорит, вы заведуете кафедрой социальной психологии и конфликтологии? Говорю, да. А давайте создадим такую комиссию по урегулированию вот этого процесса. Я говорю, какого? Ну, вот этого вот на слово конфликт показывает. Я говорю, так давайте напишем урегулирование конфликтов. Она говорит, конфликт напрягает. Я буду думать. Два года она думает. Понятно? Ну, шутки шутками. Ну, вот вся наша жизнь. 21 век, конфликтофобия, она такая еще процветающая, и так далее. Так вот, что здесь у нас? Обратите внимание. У нас новое направление появляется, медиация. Это я вам уже наши перспективы, понятно, перешел? Что мы можем? Куда продвинуться? Вы можете на базе высшего образования, да, получать новую подготовку по направлению медиации, способ урегулирования при содействии медиатора. И появляется новая профессия, новая деятельность. Медиатор. То есть независимое лицо, либо независимое лицо, которое привлекается в качестве посредников в урегулировании спора для содействия, выработки сторонами решения по существу спора. Сейчас я, Вежевский, набираю третью группу медиаторов. Кто идет ко мне на обучение? В первую очередь, идут адвокаты. Почему? Потому что они говорят, когда, ну понятно, там есть досудебное урегулирование конфликта, дается месяц, вот то, чтобы они могли свой спор как-то завершить. И они говорят, вы знаете, ну, мы когда, как законники говорим, все надо делать по закону. Мы же с вами говорили, что российская ментальность такова. Мы не дураки, мы знаем, как по закону. Но ведь нам хочется как-то это все, понятно, тихо где-то, грубо, либо мягко обойти. Поэтому, как они печальны, мы их призываем к закону. А законопослушные граждане не все у нас, чтобы по закону. Поэтому, оказывается, нам нужны еще психологические технологии. А медиация предполагает, мы чем их вооружаем? Технологии, чтобы люди захотели разговаривать, захотели встретиться, затем захотели вырабатывать совместные решения и, самое главное, захотели взять ответственность за последствия принимаемого решения. А это все наша психология. Понимаете? Поэтому, да, мы законопослушные граждане, но мы все живые люди со всеми недостатками. Кому-то мешает прежняя обида выйти на переговоры, кому-то мешает подлость совершенную, по отношению к ним. А медиатор берет на себя переговоры с этими сторонами и делает так, чтобы они постепенно принять и пришли как-то. У меня вот последняя медиация была интересная семейная. Я ее назвал Щеколда в двери. Ну, все связалось с того, что как-то муж там изолировался, отстранился и прочее. И в конце концов Щеколду сделал в отдельной комнате и стал как-то так. И жена не знает, что там происходит. И вот мы разворачивали весь сюжет. У меня бы рекомендация была, говорю, убери Щеколду и открой дверь. Понятно? Потому что что такое женщина в семье? Она же хозяйка. А если она хозяйка, ты Щеколду сделала, она тебе отказывает с интимных близостях. Понятно, Лавика? Какие-то капризы у вас. А в семье очень часто бывает, мы не артикулируем, не проговариваем некоторые проблемы вслух. А когда они ко мне пришли, они мне все рассказали. Все. А всего она говорит, убери Щеколду, открой дверь. Все, ты закрылся, ты скрылся. Но если ты закрылся, она отвернулась. Вот так и живут. Но ничего, сейчас перед отъездом он пришел, он мне говорит, все, у нас там внешняя опасность появилась, она их сблизила. Щеколда ушла. Ну ладно, шутки, шутки. Ну вот так я, конечно, это иронично, это же долгие сессии, встречи. Это чтобы люди это все рассказали, захотели рассказать, чтобы их потом посадить. Казалось бы, живут в одном пространстве, но абсолютно разные люди. Живут под одной крышей сегодня, но абсолютно разные люди. Понимаете, сегодня, к сожалению, вот есть такие семьи, разводиться, но экономически уже невыгодно, делить все это долго. Поэтому автономно, каждый в своем полете. Поэтому приходят на медиацию, разбираемся с ними тоже самое. Так вот, на что получается статистика? Завершаем, наверное, да? Вот 80-90 случаев применяются процедуры медиации, более 85 соглашений исполняются сторонами добровольно. То есть, на сегодняшний день я вас призываю активно изучать конфликтологию, осваивать технологии управления собой, осваивать, и, кстати, по молодости надо все осваивать. Я в вашем возрасте, ну, где-то, не знаю, все, что можно было пройти в Ленинграде, обучаться всем техникам, саморегуляции, дальше, аутотренинги, которые можно было, все освоил, все освоил, но дальше и обливание, хождение по снегу, все это было. На сегодняшний день, мы в арсенале, вот мне 60 лет, у меня сегодня две техники, я утром, йога, гимнастика, стойка на голове и холодное обливание. И заряжено весь день. Потому что, если мы сами не будем свой энергетический потенциал, как это, перпетумобиль, воспроизводить, вы знаете, желающих истощить нас, энергетических вампиров, и въехать в рай, за чей счет, количество их множится. Как хочется легко в этой жизни срубить, сесть, въехать, понятно, логика. По сути дела, это та деструкция, которая может нас провоцировать. Поэтому, я призываю к тому, что наше здоровье, и психическое, и интеллектуальное, обратите внимание, а ведь наша эмоциональная сфера, это основа развития интеллекта нашего. Неуправляемая эмоция, значит, вот вам и интеллект снижается. Управляем своим, энергетическим потенциалом. Вот вам основа нашей интеллектуальной работоспособности. Оно так все взаимосвязано в этой жизни. Поэтому, желаю вам психического здоровья, благополучия, и улыбаться при встрече друг к другу. Я, пожалуй, вещание в эфире завершил. Спасибо большое. Да? Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова